Привет, дружище! Вышло обновление на Тайване, и я, как обычно, выпускаю обзор самым первым. Я самый оперативный ютубер на ютубе, как бы это странно не звучало, потому усаживайся поудобнее, располагайся, заваривай себе чаёк или кофе, и я выражу, скажем так, своё мнение по поводу тех хреновин, которые происходят в игре и будут у нас происходить дальше. Вот самое интересное, знаешь, что, друг мой, то, что сарказм и иронию в наше время выкупают не все. И, допустим, сейчас, даже под этим, скажем так, видео, я уже молчу про прошлое, найдутся люди, которые будут с пеной у рта кричать, что князь дизлайк-отписка, ты не самый первый, вот, самый первый выпустил тот-то-то, во столько-то, во столько-то, и чё ты всем врёшь, и ты вообще выпустил последний, и так далее. И причём это люди не прикалываются, они говорят об этом на полном серьёзе. И, знаешь, я не хочу никаким образом их оскорблять, то есть вокруг нас всё-таки должны быть люди, которых можно с гордостью назвать капитанами очевидностью. Я единственное хочу им пожелать не останавливаться, не останавливаться, скажем так, на этой точке, это всё-таки будет отправная точка, вы также можете людям рассказывать о том, что трава зелёная, о том, что небо голубое, о том, что солнце — это звезда, вот, вода мокрая. Вот об этом, ребят, продолжайте, продолжайте просвещать мир, и только на таких, как вы, скажем так, держится наука, юмор, вообще всё человечество, ребятушки, на вас держится, чё ж тут греха таить. Ладно, а теперь поговорим серьёзно. Что у нас получается? Я, блин, был занят, извиняюсь, был занят, приехал домой и сел, ну, хоть и поздно, но решил всё-таки выразить своё мнение, думал, что вообще не буду записывать никаких обзоров, но всё-таки нужно. Дело в том, что я проснулся с утра, даже мне уже ночью ребята начали кидать информацию по поводу того, что будет обновление на Тайване, и, скажем так, из того первоначального перевода, который присутствовал, было понятно несколько вещей, ну, по крайней мере, было понятно, что добавят кошмарку, там по мелочам ерунда, древние испытания, увеличение мест, и ещё какой-то пункт, недостаточно хорошо переведённый, вызвал у меня реальную бурную какую-то радость, вот бурная радость, если не ошибаюсь, у тыквы умения называется. Мне показалось, что в этом обновлении разработчики увеличат во время битвы гильдий тот потолок кулачков, который мы будем получать. Ну, вот я не знаю, вот мне с просони вот так вот показалось, из ещё не до конца готового перевода. Я с этой мыслью начал жить целый день, делал свои дела, рулил машину, туда-сюда ездил, и было реально хорошее настроение, и такой думаю, наконец-то, наконец-то, ребятушки, ребятушки встали на путь истинный. Но, когда уже приехал домой, блин, посмотрел, посмотрел видосы, и ютуберов посмотрел видосы, посмотрел, скажем так, окончательный перевод тех пунктов, что добавили, и, если честно, взгрустнул. Если честно, взгрустнул. Конечно, в принципе, ребят, то, что многие ребята, записывая видео, вот, сказали, что это топовое обновление, и там все названия пестрят в этом, ну, тут, конечно, трудно не согласиться. Я хочу поговорить по поводу другой мысли. А, во-первых, я нахожусь у Зёмы на аккаунте, за что ему огромнейшее спасибо. Он находится в гильдии России, и я сегодня постараюсь, ну, не обещаю, что в 9, но в 10 вечера точно запущу стрим, и там мы уже можем подробнее обсудить, скажем так, данное обновление. Ну, да ладно, о чём я хочу вам сказать. Если взять, перейти в пункты обновы, сразу вам скажу, что там дичь, что там не дичь, что там ерунда, что там хурма. Так, смотрите, список. Новый уровень Кошмарного Подземелья. Новый уровень Кошмарного Подземелья, за это ребятам респектус, за это ребятам спасибо, и тут сразу есть оговорочки очень интересные, потому что я не первый день в Битве Замков, и не первый день, скажем так, общаюсь с аудиторией, сразу же найдётся огромнейшее количество комментаторов, плачущих, ноющих людей, которые будут кричать о том, что, о боже, я ещё шестую Кошмарку не прошёл, а тут восьмую добавляют разработчики урода. Нет, нет, ребятушки, разработчики не уроды, и тут система простая. Восьмую Кошмарку добавили для меня и для остальных игроков, которые уже прошли седьмую Кошмарку, и хотят воевать, бороться дальше. Если ты, дружище, ещё даже не прошёл седьмую Кошмарку, то тебя восьмая Кошмарка не должна никаким образом беспокоить, и, скажем так, она никаким образом тебя не должна расстраивать. Понимаешь, в игре намного худшее состояние — это тогда, когда у тебя всё пройдено, и тебе проходить нечего. А в том состоянии, в котором находишься ты, то, что тебе есть куда стремиться, поверь мне, это намного круче, чем когда мы сидели год, ждали эту Кошмарку, при том, что седьмую уже давно прошли. Вникните, пожалуйста, в это. Вам и так хватает, что проходить не нужно, там, накидывать на вентилятор говно и кричать о том, что всё плохо, я ещё, видишь ли, там, пятую не прошёл, а тут восьмую добавили. Это в первую очередь добавилось для тех, кто прошёл седьмую. Давайте на этом вопрос закроем. Что касаемо добавления данной Кошмарки, это, ребята, очень круто. Единственное, я не уверен, что... Ну, если вы играете без доната, я думаю, вы можете вообще про неё забыть. Но... Смотри, тут мы можем посмотреть... А, да. Ну, вот, взглянув на неё, я понял, что, возможно, и у меня будут серьёзные проблемы с ней. Возможно, моего наличия героев, их прокачки не хватит, чтобы это всё дело пройти. Это только первая Кошмарка. Что будет дальше, посмотрим. Но в любом случае будут стримы, будем биться башкой об это всё дело и смотреть, что у нас, ребят, будет получаться. Но я в себе даже не уверен, понимаешь? Но в любом случае, даже если я её пройти не смогу, спасибо разработчикам, что добавили. А теперь идём дальше. Я не буду сейчас тут офигевать о этой Кошмарке. Многие и так зашли, посмотрели, что она себе представляет. Это потом на русский сервер добавят, там мы уже поугараем. Смотрите дальше. Нажмите на текст мероприятия, чтобы появилось празднование фестиваля. Шатал я это в рот, мне неинтересно. Ну хотя там халяву, да, там халяву раздают и... Вот оно, да? А, это у нас... Ну посмотри, какой здесь коллекционер интересный. Вот на русском сервере такой коллекционер добавили. Короче, срать. Срать. Это тоже пункт говно. Оптимизировано отображение награды за сундук. Мне плевать, как там эта награда отображается, если честно. Вот мне реально плевать. Настройка эффектов героя. Как я понял, сколько пацаны копались, так и не нашли. Чё за настройка эффекта? Чё? Как? Зачем? Почему? Ну я предполагаю... Ну выйдет на русский сервер. Если, конечно, можно будет под какую-то определенную локацию, как забытая битва, настроить, скажем так, своих героев, чтобы тебе не приходилось каждый раз менять руны, эмблемы, вот это вот всё дерьмо, тогда спасибо, это классно. Но я чё-то сомневаюсь, если честно. Мне кажется, это какая-то залупа. Вот, маловажная для нас. Идём дальше. Предел запаса красных кристаллов повышен до 50 миллионов. Если честно, мне похуй. Вот, ну, блядь, мне похуй. И большинству игроков похуй. Я даже думаю, что топ-донатерам похуй. Блядь, есть этих там кристаллов, нет этих кристаллов. Они уже всё, что могли, себе улучшили. И вот это, ну, последнее, чё нам очень хотелось. И единственное, да, я смотрел видос Андрюха Рулёва, правильно он сказал, блядь, разработчики уже чё, они не могут взять сразу и там до хулиарда увеличить, короче, количество мест в алтаре, да? Ой, не в алтаре, а в принципе, в этом, на складе и так далее. И всё. А они, видите, каждое, каждые два обновления увеличивают нам максимальное количество хранящихся ресурсов на складе или вот здесь. Ну и чё, и чё, ну и как бы, и что дальше? Ну так им выгоднее, что ли? Ну, типа, показываете вид бурной деятельности или что? Увеличьте сразу до хулиарда и всё. И как бы никаких проблем, вопросов не будет. Вместимость клада увеличена на 10, стало всего 380 мест. Ну окей. Что мы по факту имеем из этого обновления? Самый главный факт заключается в том, что сейчас не добавили героя, и мы хлопаем ушами, очень сильно этому факту радуемся, и, ну, это, да, достаточно приятная вещь. Не добавили ебучих новых каких-то там девятых, пятнадцатых эмблем, не добавили нахуй никому ненужных талантов, а даже если ненужных, то это уже просто идёт полная садомия. Тебе постоянно нужно каждый месяц перероливать, менять на всех героях таланты, то есть, ну, это полная херня. Вот. Уже просто за то, что не добавили героя, не добавили новых талантов, уже можно сказать огромнейшее спасибо разработчикам. И фишка-то заключается в чём? Мы можем, конечно... А, да, скины не добавили. Ну, то есть, не добавили никакого говна, на котором они надеялись заработать. И мы, конечно, можем радоваться этому факту, но мне кажется, что там что-то пошло не так. Во-первых, конечно, сейчас героя не добавили, но, ребята, не забываем, что в прошлом обновлении нам добавили двух героев. Причём мало того, что двух героев, одного добавили за донат. Причём непонятно, нахера его вообще впихнули в эти акции, в этот донат, потому что он мог пойти, в принципе, как и все остальные герои, как и Фрея, могли бы дать возможность выбивать его за самоцвета. Не забываем про этот факт. Не забываем про то, что в прошлом обновлении добавили нам новые таланты, вот эти вот скины грёбаные и так далее. Вот просто вы, ребят, про это не забывайте. А то, что они сейчас не добавили, мне кажется, может, они просто не планировали обновление, и потом появились баги с битвой гильдии, которые они сейчас, на самом деле, я надеюсь, исправили, но они, по крайней мере, так написали. И вот они вот накатили всё-таки. Ну, типа, раз уж такая фигня, раз всё равно мы будем делать, скажем так, непосредственно технические работы, а вот давай вот то, то и это, пятое-десятое, добавим, вот возьмём кусочек от следующего обновления. Понимаешь, дружище? И самый плохой вариант будет заключаться в том, что если, скажем так, в следующем обновлении нам уже по полной программе, да, скины, эмблемы, таланты, герои, и вот это вот всё вернётся на круги своя. Я реально надеялся на то, что разработчики начали, скажем так, переделывать с нашей старой локации, когда меня приглючило, что увеличат максимум получаемых кулаков в битве гильдий, но, видишь, я ошибся. Тогда бы я уже с полной уверенностью сказал бы, что разработчики встали на путь истинный. Но этого сделать не могу. И если они в ближайшее время и увеличат их, то в 90% случаев мы будем получать не 1800 кулаков по максимуму, а 2000. Но это, опять же, никакой проблемы не решит и не повысит интерес игроков, скажем так, активно участвовать на битве гильдий, пытаться вступить в топ-кланы, развивать кланы и так далее. Понимаешь? Тут надо что-то кардинально менять. Убирать вообще нахрен потолок кулачков, которые мы получаем на битве гильдий. Это, во-первых, добавлять ещё какую-то награду, и чтобы количество этой награды не было ограничено чем-либо, а просто ограничивалось бы теми очками, которые ты получил на битве гильдий, твоей силой и так далее. Вот это было бы правильно. Потому что даже если будут 5000 кулаков давать, скажем так, на БГ, то, ну, это существенно не пошатнёт игру. Может быть, разработчики боятся того, что мы перестанем меньше донатить, типа, покупать кулаки и так далее. Ну, знаешь, я не особо сильно донатил в последнее время, но у меня сто с хером тысяч кулаков валяются, и мне вообще понту на битву гильдий ходить нету, понимаешь? То есть тут всё-таки надо браться за изменения старых локаций. И единственные два плюса в этом обновлении, но это на самом деле, я не думаю, что разработчики планировали это как какое-то самостоятельное обновление. Так уж получилось, что произошёл баг, и по этой причине выкатили обновление, и просто что-то вот, как бы, пусть будет добавили. Что-то выложили нам пораньше. Вот, так что такие вот дела. В любом случае, конечно, радуют такие обновы, но тем не менее, мне хотелось бы, чтобы всё-таки ребята, которые сидят в Китае, или где бы они там ни сидели, они поняли бы нас, смогли бы переварить наши желания, и потихонечку стали бы их выполнять. От того, что они добавят новые таланты и всякую хурму, у меня желание донатить не появится. У меня желание донатить в игру и поддерживать её появится в тот момент, когда они пересмотрят все локации и изменят их кардинально, начиная с битвы гильдий, заканчивая королевской битвой, атакой фортов и так далее. Потому что донатить нету сейчас никакого смысла по той причине, что все локации, скажем так, ну, просто морально устарели и неинтересны. Мне там никому ничего уже давно доказывать не нужно. Понимаешь, в чём фичка? Вот такое вот видео, к сожалению, вышло снова на 15 минут. Просто это обновление у нас со знаком плюса. Но такого я не помню, чтобы просто выпускали обновление и не добавляли героя. Но мне кажется, что это скорее осечка от разработчиков, чем сознательный их шаг. Всё покажут уже следующее обновление. И тогда мы поймём, в каком векторе будет развиваться игра. Вот следующее обновление, да, ребят? Если выпадают, снова они дают нам какие-то новые таланты. Ну, герои-то, пускай они героев добавляют, проблем нету. Но вот новые таланты, ебучие скины, ещё какая-то недоёбанная локация, в которой будут просить самоцветы, ещё что-либо. Да, или какую-то новую, тупую, нахуй никому не нужную прокачку, там, где нам нужно будет получать ресурсы за донат. То есть, вот если всё в таком же духе продолжится в следующем обновлении, тогда мы поймём, что это было просто, ну, просто их такой вот удачный высер. Вот. И мы этому обрадовались. А если в следующем обновлении они всё-таки пересмотрят, и это был их первый шаг, на пути, скажем так, в рай, и на пути к пониманию игроков, тогда это, конечно, будет заебись. Вот. Так что сейчас пока радуемся. Сейчас пока что разработчики молодцы. Огромнейшее им спасибо за это обновление. Мы его даже не ждали, но всё-таки огромнейшее спасибо. У меня теперь есть две вещи, не пройденные в игре. Это новая волна и кошмарки. Но будем, ребят, на чеку. Ждём следующее обновление, и оно уже нам всё покажет, даст ясность. А на этом всё. Скажу вам огромнейшее спасибо, кто досмотрел видео до конца. Скажу всё-таки спасибо разработчикам. Вот. То чувство, когда нас так заебали новыми героями, донатными всякими хуйнями, до такой степени нас это задрало, что просто обновление, в котором исправляются баги и добавляется кошмарка, и больше в этом обновлении ничего существенного не происходит, оно нам как, я не знаю, мёд какой-то, ну, блин, вызывает такую огромнейшую радость. Ну, понимаешь, дожили до того момента, когда чем меньше разработчики чего-то добавляют в обновление, тем больше для нас радости. Но это неправильно. Это неправильно. Всё, ребят, всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok